Всем доброго времени суток! Минус 20 в Астане, что бывший город Целиноград в Республике Казахстан. С вами Александр. И продолжаем изучать плагин RealFlow. С сегодняшнего урока и еще плюс 3-4 последующих урока мы с вами поговорим о силах, которые используются в данном плагине. Итак, давайте начнем с силы гравитации. Ну, казалось бы, с силой гравитации тут все понятно. Это сила, которая направлена в физическом мире вниз к Земле и обеспечивает притягивание всех объектов. Но в программе RealFlow, то есть не в программе, а в плагине, сила гравитации, давайте вот рассмотрим ее настройки, вкладка Daemons, Gravity. Значит, по умолчанию стоит 981 сантиметр. Мы можем его как усиливать, так и уменьшать. И обратите внимание на то, что гравитация может быть и отрицательной, что при этом создаст совсем новый эффект. Посмотрите, как влияет изменение силы гравитации на симуляцию частиц. Что ж, но и это еще не все. Что касается эффекта, то тут у нас есть два положения. Это форса и велоцити. Но велоцити я посмотрел. В принципе, эффект не особо, который заслуживает внимания, на мой взгляд. Следующий пункт, который мы с вами рассмотрим, можно его перевести как произвольно тип силы. То есть по умолчанию у нас стоит No, и гравитация носит как бы глобальный характер. Но мы можем с вами выбрать два режима дополнительных. Это режим Box и режим Plane. Давайте рассмотрим на режиме Box. Коробка. Придвинем камеру поближе. В данном случае мы с вами видим, что сила гравитации теперь представляется вот таким вот значком, который мы можем с вами расширять, изменять его высоту, ширину, то есть задавать любые параметры нужного размера. И дополнительный параметр, который нам здесь открывается, это направление силы гравитации. То есть если мы будем с вами разворачивать вектор гравитации, то именно туда у нас и будет направляться поток жидкости. Или поток симулируемых частиц. Давайте завернем во вкладку Gravity, Damon Gravity, вернем значение для начала по умолчанию, 968. А, 986, по-моему, было, да? И придвинем данную силу к эмиттеру. Сделаем поворот, чуть-чуть опустим вниз и посмотрим, какой эффект получается. То есть в зависимости от того, где будет располагаться данный кубик, такой эффект мы с вами и будем получать. Давайте попробуем развернуть силу прямо противоположно. И, конечно же, все это можно анимировать. Давайте создадим... Уберем данный эмиттер круговой и заменим его на эмиттер image. Мы с вами с ним уже знакомы. Так, сразу же его чуть-чуть подкорректируем. Вот так вот. Зайдем в настройки материалов. Мы с вами это уже делали. Цвет. Сделаем обзор текстуры. И перекинем текстуру в окно текстуры эмиттера image. Так вот, надо подправить размеры. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Да, получается то, что я хотел. Увеличу общий масштаб. Вот так вот. Зайду в настройки эмиттера. Отключу скорость. И добавлю начальный объем. Да, я думаю, вот так вот меня устроит. Выбираем силу гравитации. Поднимем ее немножко вверх. И развернем. Теперь давайте сдвинем ее в конец слова. И проанимируем данный параметр. Запишем ключ. Перейдем, допустим, ну пусть будет сотый кадр. И поставим сюда ключ. Запустим симуляцию. И посмотрите, какой у нас с вами получается уже интересный эффект. Подправим ключи. И немножко, наверное, надо растянуть силу. Так. Ключ. И то же самое надо сделать в последнем кадре. Попробуем еще разок. И теперь мы имеем вот такой вот интересный motion эффект. Конечно, никто нам не мешает добавить еще несколько сил гравитации. Той же, например. И после того, как частицы, скажем так, генерируются вверх, они могут начинать падать вниз. Давайте усилим силу гравитации до 2000. И посмотрим, что теперь будет. Вот теперь поток разлетается более шире и больше. Давайте попробуем ради интереса минусовые значения. Ну что ж, палец вверх, если урок понравился. Палец вниз, если нет. С вами был Александр. Всем пока.